В европейских банках долларовый депозит – это не доллар, это евро-доллар. В мире вращается очень много евро-долларов. То есть есть деньги, безналичные деньги, как обязательства американских банков. Вот американский банк подчиняется всем законам, которые действуют в Америке. Вот это американский банк. Это настоящие американские доллары, безналичные. Но есть доллары, которые обещают дать при необходимости европейский банк. Или любой банк, который не находится в Америке. Не американский. Он в долларах тоже может дать обязательства. Но его все равно называют евро-долларом. Либо это… Он уже называется евро-долларом. Ну, условно говоря. Потому что если, допустим, это… Он доллар. Он все такое же. Если система работает без сбоев, для того, кто держит деньги… Электронный, подчеркнем, безналичный. Да, безналичный. Да, безналичный, какая разница, где хранятся эти деньги. Но, друзья, когда наступают кризисы, вот это уже начинается существенно. Опять же мы говорим, когда хранятся деньги, хранятся записи электронные. Записи, да. Ну, в чем разница, например, если я захочу получить физический доллар в американском банке и в евробанке? Ну, если в американском банке обращаешься, банк, что, если у него нет наличных долларов, он идет в ФРС, законный, у него там есть свой счет, он берет, меняет, ФРС выдает деньги наличные. Без проблем. Может, если не будет хватать, напечатайте. А если в европейский банк обращусь, у него нет, значит, он побежал, он побежал по банкам искать эти доллары. Если нет, он обращается в американский банк, дай кредит. Ну. Кредит именно? Ну, если у него нет своего счета в этом, то есть пустой счет, счет должен быть. Европейский банк обращается, говорит, дай мне доллары. Но этот банк, если у банка американского нет, он опять же обращается в ФРС, берет доллары и дает этому банку. Европейский банк уже отдает тебе эти доллары. А если у него нет, значит, все. Если у него нет возможности, он должен что-то делать. Поэтому здесь возникает такая ситуация, что евро-долларовая масса во много раз превышает настоящую долларовую массу. Долларовая, настоящая денежная масса составляет где-то около 11 триллионов. То евро-долларовая масса по многим показателям, там, по-разному, от 35 до 120 триллионов долларов. Сумасшедшая сумма. Поэтому вот это, получается, неконтролируемая часть. И, получается, белорусские депозиты, долларовые депозиты, это вот эти евро-доллары? В основном это евро-доллары. В основном это евро-доллары. Если они там в долларах. Ну, может, фунты, другие. Но, как правило, все держат в долларах. Потому что 85% всех расчетов в мире происходит в долларах. То есть, собственно говоря, получается, какая интересная штука. Люди думают, что у них есть доллары настоящие. Ну, вот у них на записях, на счетах. Мало того, что там просто не физические записи у них. Ну, на депозитах электронные банки может и не быть. Их правил там нет этих денег. Так, как правило, нет. То получается, что там еще мало того, что там просто записи. Там еще и не настоящие доллары, а евро-доллары. Ну, получается так, что они... То есть, и когда он пробует обналичить их, вывести, он получает настоящие. То есть, физически, вот для понимания картины бумажки, долларовые бумажки, это настоящие доллары. То есть, получается, что он проводит операцию, когда изымает из оборота, знаете, из банка, он получает взамен своих... Мало того, что цифровых записей, плюс еще записи евро-доллара, он получает настоящие доллары. То есть, физически он имеет настоящий доллар. Полноценный. Да, если получит... Но, в принципе, евро-доллары... Как рассчитываются евро-доллары вообще? Если рассчитывается... Например, кто-то произвел... Эмираты произвели нефть и продают. А покупает кто? Европа. Ну, Европа покупает. Она покупает за доллары. Значит, европеец берет кредит у европейского банка долларовый. Тот ему выписывает бумажку доллары. И... Арабам платят деньги. Это араб перечисляет. То есть, происходит евро-доллар. То есть, в Америку они вообще не заходят. То есть, многие операции, товарообменные операции, происходящие не резидентов Америки, происходят в евро-доллары через... Евро-доллары, которые не заходят в Америку никогда. А какое-то... Они по корсчитам и там другими путями. Какой, скажем так, практический смысл это имеет? Для... Ну, вот... Для нас. Для обычного человека. Какая разница? Евро-доллар это или... Дело в том, что с развитием, когда экономика мировая развивалась, нужны были новые деньги. То есть, чем больше продукт обращается, тем нужно больше денег. И вот евро-доллары, они служили вот этой вот денежной массе, которая обслуживала товарообращение. Но когда возникает кризис, все понимают, что евро-доллары это ненадежные, и начинают пытаться получить американские. Американские либо в банки перевезти, чтобы они оказались... Или в банки, или купить все какие-то бумаги американские, да. То есть, поэтому... Потому что там надежнее. И вот эта вот денежная масса начинает сжиматься. То есть, деньги, когда берут деньги в банки в кредит, деньги расширяются. А когда отдают кредит, значит, деньги сжимаются. И когда вот кто-то хочет перевезти, он говорит, дай мне доллары. Значит, я отдаю тебе евро-доллары, а дай мне доллары.